связанные с политическими решениями. И так, когда мандат АДЖФ был возобновлен, действительно были рабочие группы, созданы для того, чтобы производить соответствующие рекомендации. И каждая из сессий будет фокусироваться на политических вопросах, которые помогут нам формировать направление нашей дискуссии. Мы попросили также участия стороны общественности. И, соответственно, эти политические вопросы и ответы на них, они имеются на нашем веб-сайте и, соответственно, на экране, для того, чтобы лучше понять. Я прочитаю их с тем, чтобы модераторы их имели в виду. Итак, что касается интернет-слежки, первый вопрос – это необходимость предоставить возможность целевого слежения, а не общего. Второй касается кибербезопасности и приватности. Далее принципы открытости интернета через дробь возможности регулировать и саморегулировать. Действительно, это очень важный момент. Какие вопросы страны могут посмотреть на возможности регулирования по сравнению с саморегулированием, а также каким образом мы можем адаптировать передовой опыт управления интернетом, и что сделает, в конечном счете, институты и страны более защищенными от различного рода угроз, а также вопросы, связанные с кибербезопасностью и участием многосторонних организаций. Далее, минимальные принципы относительно управления интернетом в рамках многосторонних организаций. Далее, приоритеты IGF, интернет-сообщества и многосторонних сообществ интернета после 2015 года. Итак, вот такие вопросы. С этим я хотел бы передать нашему председателю слово, доктору Сатьямто Сантозе. Спасибо, Маркес. Доброе утро. Я надеюсь, что вы получили большое удовольствие от вчерашнего приема вечером. Вы также можете, думаю, получить определенное представление о том, как танцуют у нас здесь на Бали, благодаря представлению на вчерашнем приеме. Я секретарь, министр, и 10 лет назад, когда я был постоянным секретарем Министерства туризма и культуры в Индонезии, действительно очень интересный один вопрос от одного иностранного туриста. И в основном эти вопросы сводились к тому. Вопрос на самом деле был такой, какая сильная сторона индонезийского туризма. И они ответили, это люди. И далее второй вопрос прозвучал. Какая часть людских поведения вам более привлекательная? И они ответили, эти туристы, это улыбки ваших людей. И я понял тогда, что Индонезия, это, наверное, самая улыбающаяся страна. Больше всего улыбок на душу населения. И вы знаете, что за последние дни, которые вы провели здесь, за эту неделю, вы, наверное, сможете сказать, что действительно люди наши очень много улыбаются. Итак, я хотел бы сказать, что сейчас у нас очень интересный вопрос стоит на повестке дня, как говорил Маркус, относительно новых вопросов, которые вступают в повестку дня. И теперь я хотел бы передать слово модератору. Ну, пожалуйста, сначала, может быть, представьте себя. Спасибо, Маркус, спасибо, господин председатель. Меня зовут Амар Шау Ини. Я Амар Шау Ини. Я представляю собой Эфри Ник. Я являюсь главным операционным сотрудником этой сети. И действительно, здесь очень интересный момент, что мы получили возможность поговорить об этих возникающих вопросах вместе с вами. В качестве экспертов сегодня утром у нас будет также эксперт Скотт Бэтспи, директор офиса по связям с международными организациями, представитель Госдепа Соединенных Штатов, а также Росс Лаженерс, который является глобальным сотрудником по международной политике в сфере свободы слова. И также Яри, Яри Аркал, который является экспертом по интернет-архитектуре Ericsson Research, а также является представителем рабочей группы по вопросам инженеринга интернета. И далее представитель шведского правительства Йоханн Халенборг, а также Желана Форонверас, которая является исследователем из центра, который называется по исследованиям технических аспектов деятельности интернет-сети. И я надеюсь, что у нас будет очень дружелюбная атмосфера, когда мы будем сидеть более ближе к вам. Итак, у нас есть комментарии с мест господин Галла Шапель, который является директором по вопросам, связанным с созданием интернет-сети во Франции, а также Митти Морджионе и представитель гражданского сектора Индонезии, Ник Аштенхарт, представитель CCRA-NAT из Швейцарии, а также посол Францелка из Бразилии. Итак, большое вам спасибо за то, что вы присоединились к нам, и сейчас я хотел бы передать слово Джован. Спасибо. Меня зовут Ражан Гурвали. Я являюсь директором швейцарского фонда, который называется Diplo Foundation. Работает этот фонд по вопросам управления интернетом. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Раул Шевелири и группу, которая она возглавляет, которые представили нам в повестке дня данную тему. Как вы знаете, этот вопрос очень много дебатируется среди различного рода международных кругов. И здесь имеется целый ряд важных вопросов, которые мы также отразили в нашей повестке дня в этом форуме. Что касается актуальности нашего форума и обсуждения этих вопросов на этом форуме, все это является весьма актуальным для международного сообщества в целом. Маркус уже отметил основные вопросы, которые мы будем обсуждать в подготовке данного заседания. То есть речь идет об архитектуре нашей сессии. И мы обязательно будем рассматривать в пяти группах основных эти вопросы. Мы их организовали специально для того, чтобы обсудить их в 20-минутные временные отрезки. Первая группа – это вопросы инфраструктуры и основной функциональности интернета. Соответственно, у нас имеются эксперты, как на местах, так и в президиуме. Также вторая группа – это вопросы, связанные с правами человека, с защитой частной информации, а также вопросы, связанные со слежкой в интернете. Третья группа – фокусируется на безопасности интернета, ситуации, когда слежка каким-то образом оправдана с правовой точки зрения. Четвертая группа вопросов связана с защитой данных и экономической модели. И пятое, последнее, связано с анализом той дискуссии в рамках общих рамок интернет-работы и управления интернетом. Мы говорим об этике, о вопросах, связанных с воздействием доверия пользователей на сам интернет. Итак, я думаю, что также очень важно посмотреть на вопросы правоохранительного характера, судебного и так далее. Я думаю, что здесь у нас будет 20 минут, как я сказал, по каждой группе из этих вопросов, что в свою очередь также будет как-то связано с нашими основными вопросами, которые были до этого освещены председателем и нашим модератором. Итак, я думаю, что, Скотт, вы вначале будете несколько слов говорить о вопросе слежки. Спасибо, Йога. Мне очень приятно быть здесь от имени правительства Соединенных Штатов. Вы знаете, что сейчас разворачивается драма в Соединенных Штатах, связанная с недавним закрытием правительства и его финансированием. Мне очень приятно отметить, что даже если бы продолжалось отсутствие финансирования, у нас, тем не менее, было заранее договорено с нашим правительством, что мы все равно приедем сюда, потому что это еще раз подчеркивает, насколько вопросы управления интернетом важны для нашего правительства, даже в отсутствии финансирования. Соединенные Штаты каждый раз посещают такого рода мероприятия для того, чтобы еще раз заявить о своей поддержке открытого безопасного интернета. Также вопросы слежки, они весьма актуальны для нас, и, соответственно, очень важно, что мы получили возможность обсуждать эти вопросы с вами. Как президент Обама заявил, Соединенные Штаты приветствуют дискуссии относительно безопасности личной информации, и мы хотели бы в Соединенных Штатах также интенсифицировать эти дискуссии точно так же, как и с международным сообществом. Мы знаем, что многие из вас точно так же, как и мировое сообщество, проявляют обеспокоенность, которая возникает из недавних отчетов о практике слежки со стороны спецслужб Соединенных Штатов. Мы будем обсуждать эти вопросы с вами. Когда мы говорим об этих вопросах, мы говорим о том, что эти вопросы касаются всех наций. Каждое правительство хочет защитить свое государство от реальных угроз, и таким образом собирают информацию относительно таких угроз. Как в мире того, как мы работаем в этом направлении, у нас имеется обязательство по защите американцев точно так же, как и наших друзей в международном сообществе. которые включают в себя не только правительство, но и частный сектор, и гражданские общества. Таким образом, это обязательство связано с нашим мощным потенциалом собирать оперативную информацию, а также наши политические возможности, связанные с проведением международной политики. Я думаю, что такая оперативная информация должна собираться по демократическим принципам с уважением прав человека и приватности частной информации всех граждан по всему миру. Что касается открытых дебатов и демократического процесса, президент Обам согласно этим принципам организовал пересмотр такого рода принципов деятельности спецслужб согласно принципам демократии и открытости. В рамках реформы президент уже потребовал от представителей спецслужб раскрыть информацию, которая ранее была секретной относительно наших программ слежки, которая в рамках проводится по закону о международной сборе оперативной информации, закон, который называется Pfizer. Соответственно, такая инициатива поддержана Верховным судом. Кроме этого, у нас имеются эксперты, которые должны продемонстрировать решительность Соединенных Штатов, продемонстрировать, защищать наши национальные приоритеты безопасности и международную политику, и ее принципы. Но также нужно иметь в виду и наши обязательства по защите частной информации и прав человека. Соответственно, эта группа начинает свою работу, и рекомендации мы услышим от нее к концу этого года. Мы надеемся, что эти рекомендации будут полезными. Согласно нашим обычным практикам работы спецслужб, я не могу много сказать о том, какие еще обвинения провели, озвученные в адрес наших спецслужб. Но я могу сказать, что в целом мы еще раз заверяем вас нашим приверженности правом человека открытого интернета. И еще раз я хотел бы сказать, что Соединенные Штаты не используют сбор этой информации для того, чтобы каким-то образом навредить нашим странам-партнерам на основе либо политических, либо религиозных, либо этических. Таким образом, свобода слова должна оставаться в интернете. Также мы считаем, что приватность является очень важным элементом работы, что является неотъемлемой частью прав человека. Это обязательство сохранять приватность частной информации является еще одним элементом нашей стратегии в киберпространстве, где, я цитирую, каждый человек должен быть защищен от возможных посягательств на раскрытие своей информации и частного характера. Соответственно, мы не имеем никакого интереса следить за отдельными гражданами. Мы собираем информацию только такого уровня, который необходим для того, чтобы защищать наших граждан и союзников. Конец цитаты. Соответственно, у нас имеется долгосрочное обязательство защищать права человека через наши дипломатические источники. Это подразумевает консенсус относительно 28, резолюцию Совета по правам человека и, соответственно, прав человека онлайн и офлайн. То есть, все, что применяется в виртуальном мире, применяется и в реальном мире также. Соответственно, мы также создаем коалицию по свободе онлайн. Это более чем 20 правительств и частного сектора представителей, которые поддерживают возможности каждого человека защищать свои собственные права и фундаментальные свободы онлайн. Соответственно, в этой неделе эта коалиция будет очень хорошим форумом, в рамках которого мы можем продолжать относительно дискуссию по балансировке между интересами защиты государственных стаин и прав человека. Эстония будет принимать следующую министерскую коалицию в апреле следующего года в Таллине. Мы также хотели бы создать программу по свободе в сети. Начиная с 2008 года Соединенные Штаты более чем 100 миллионов долларов выделили на программу по свободе сети и по всему миру. Мы хотели бы сказать, что подобного рода объемы поддержки будут продолжаться для таких программ. Что касается управления интернетом, мы поддерживаем поддержку многосторонней модели в этом плане. Соответственно, мы поддерживаем электронную коммерсию, укрепление безопасности, а также поддержку без ограничения свободы высказываний в интернете. Соответственно, мы хотели бы, чтобы здесь шел процесс сверху вниз, и, соответственно, здесь не было бы никаких препонов экономическому развитию через интернет. И что должны оставаться тайны, то, что люди делают, и делают, что в онлайне. И мы против того, чтобы контролировать интернет. Мы считаем, что совершенно система, многосторонняя система должна быть усилена, особенно через участие различных участников из развивающихся стран. Через наши программы мы пытаемся сделать такое участие возможным. Мы знаем, что некоторые правительства хотят использовать эти дебаты, основанные на некоторых на этих выявлениях шпионажа, для того, чтобы увести свое население от необходимости реформ, демократизации в своих странах. И оппоненты получают, им угрожаются, или для того, чтобы украсть интеллектуальную собственность ради своей экономики. Поэтому они хотят подчеркнуть, как важно это, не использовать эти дебаты для радиинтересов отдельных стран. И здесь не должно быть никакого равенства между их деятельностью по мониторингу интернет и действиями Соединенных Штатов. И мы считаем, что вопрос наблюдения – это глобальный вопрос. И мы принимаем во внимание практику всех в мире. И мы собираемся слушать очень внимательно, чтобы использовать ваши рекомендации и внедрять их в нашу государственную политику. Благодарю вас. Благодарю вас, Скотт. Я уверен, что наша дискуссия выльется в хорошие предложения, в этот процесс, который вы начали в Соединенных Штатах. Да, и, как вы сказали, действительно много различных мнений по всему миру. У нас следующий выступающий из Гугла, Рос его зовут, и он расскажет о бизнес-перспективах. Благодарю. Мне очень рад был здесь. У нас есть, по-моему, удаленный вопрос. Нет, меня зовут Рос Рлежинес из Гугла, и я рад быть здесь. Много дискуссий велось, и дебатов по этому вопросу. И это, конечно, хорошо, и это необходимо. Но с тем, чтобы действительно обсуждать это, и дискуссию вести на основе на фактах, я хочу предоставить некоторые пояснения, чтобы мы сходили из одного понимания. Первое. Гугл не обеспечивает никакому правительству доступ к нашему серверу или к нашей инфраструктуре, и никогда этого не делал. Вы можете использовать любые термины, эти обвинения, какие-то вопросы, там, заднюю дверь или еще какую-то дверь, но факт состоит в том, что мы не делаем этого. Мы также не принимаем какие-то запросы от правительств по использованию данных. Мы, однако, подчиняемся закону. Когда мы получаем какой-то запрос, мы рассматриваем каждую из них. У нас команда лойеров, которая очень профессиональная, которая занимается только этим. И они определяют, достаточно ли легальный этот запрос и должен быть ограничен в своих масштабах по возможности максимально. Иногда мы не принимаем такие запросы и отказываемся. И вы видите это, если посмотрите наш доклад о транспарентности в онлайне, вы видите, сколько запросов мы отклонили, а сколько мы удовлетворили. И мы делаем это по всему миру. По вопросу о транспарентности мы считаем, что это очень критический элемент этих наших дебатов. Мы не новички в этом вопросе. Мы опубликовали первый... Мы первая компания, которая сделала это, доклад о транспарентности, доклад о транспарентности, потому что мы поняли еще давно, задолго до этих дебатов, насколько важно быть ответственной перед нашими пользователями. И каждые 6 месяцев мы издаем такой доклад. И мы сейчас рады видеть, что многие другие компании делают то же самое. И мы теперь пытаемся работать с КСНПО с тем, чтобы воспускать национальные доклады прозрачности. Первый бы такой был в Эстонии. И мы совершенно сейчас собираемся делать в Гонконге. Конечно, эта транспарентность, это не излечение, но, в принципе, вы не можете обсуждать, если у вас нет фактов. Поэтому мы сейчас в суд подали на американское правительство по этому вопросу, по вопросу, сколько они запросов на предоставление информации предоставили в различные компании. И мы сейчас призываем некоторых сенатов сделать то же самое. И хочу подчеркнуть, что было бы нам легче, гораздо легче для любой компании просто согласиться с запросом правительства о предоставлении информации. Но мы этого не делаем. И мы не делаем, потому что мы компания, которая построена на идее, что если вы используете, поставите своего пользователя во главу угла, то все остальное будет правильно. И мы считаем, подходим к нашим пользователям очень серьезно. И считаем это хорошим бизнесом. Мы понимаем, что если пользователи не будут доверять нам, они не будут использовать наш продукт и уйдут еще куда-то. Поэтому эти дебаты хорошие, абсолютно необходимы. Но я также хочу повторить то, что сказал Скотт и Майк Хэрис. Я полностью за что? Чтобы держать Соединенные Штаты и западные страны, держать их в самых высоких стандартах. Но мы не должны это делать за счет того, чтобы не обращать внимание на другие страны, где ситуация еще хуже, где журналистов бьют, где блогеров сажают в тюрьму, а активистов убивают. И недавно мы слышали доклад о Азербайджане и как там ужасно, там, где проводилась прошлогодняя АЧФ, и как ситуация, и насколько ужасная там. Поэтому я предлагаю продолжать эту дискуссию о незаконных действиях Соединенных Штатов и западных правительств. Но давайте не будем при этом забывать их очень хорошую, правильную роль в поддержку прав человека, в поддержку свободы журналистов. И давайте не будем нападать на них, в том ракурсе, где это подрывает их возможность поддерживать многостороннюю модель управления интернетом. Маркус ИТФ из Яриакро из Финляндии. ИТФ. Благодарю вас. Благодарю за возможность поговорить. Это моя первая ИТФ, и я очень рад тем, за дискуссии, которые прошли, и благодарю вас за это. Если говорить по этой теме, то сообщество интернет все очень заботится о том, насколько все пользователи доверяют интернету. Поэтому эти сообщения, конечно же, нас не нравятся нам. Мы понимаем, что перехват отдельных сообщений, отдельных личностей, это понятно, он проходит везде, но когда это все на большой, в большом масштабе делается, это уже другое дело. И это очень серьезно. Мы люди, которые отвечают за технические аспекты интернета. Но я хочу это все события в перспективу поставить. Может быть, надо рассматривать, как не надо паниковать, но тем не менее, я бы сделал следующее замечание. Наблюдение, это более широкая проблема в мире, чем то, что мы видели. Если вы живете в крестиклянном доме, осторожнее бросайте камни. И второе, наблюдение, это не новое явление. Во многих нам тоже приходилось с этим сталкиваться в истории. Например, в 1994 году мы говорили, что шифрование очень важный инструмент для защиты личной информации. Но со временем в некоторой части мира считали, что шифрование это очень опасный инструмент и хотели применять более слабые механизмы безопасности. Теперь мы сталкиваемся с новой ситуацией и теперь технология должна следовать следовать за требованием времени. И мы соответственно усиливаем возможности по шифрованию интернет-сообщения и информации. Мы говорили недавно о такой безопасной модели, модели безопасности, но технология это не единственное решение. вам все равно нужно доверять интернету, все равно доверять, что если вы знаете что-либо и думаете, что кто-то вашу информацию перехватывает, это не помогает. Ну, хотелось бы несколько вещей, которые сказать, которые могли бы быть полезными. Прежде всего, мы считаем, что надо расширять взаимосвязь и делать более помогут росту местных интернет-провайдеров и более плотному наполнению сети интернет. Кроме того, очень важно использовать бесплатные так называемые открытые решения. и здесь надо их поддерживать, дополнительные усилия в этой области. Кроме того, анализ безопасности также говорит о том, что мы должны также вести политические дискуссии и обсуждать вопросы транспарентности, и это все хорошо. И я хотел также сказать, хочу, что мы должны держать всегда в голове идеи интернета четкими своими. Нам нужен глобальный открытый интернет, которым можем работать без границ, без фрагментации, и нам нужен интернет, который открыт для инновации, и мы здесь не спрашиваем никакого прав, ни у кого разрешения, чтобы внедрять эту инновацию. Благодарю вас. Спасибо за это короткое замечание, которое нам даст больше времени для дискуссии. Следующий Йоганн Халленбург из свежцы, из правительства Швеции. Я работаю в департаменте информации в Министерстве иностранных дел и занимаюсь вопросами прав человека и информации. Мы очень рады принять приглашение присутствовать в этом совещании. Мы работали много лет в сотрудничестве с АДЖФ и поддерживаем этот важный институт. И причина, почему мы еще здесь, мы понимаем, что интеграция перспективы прав человека в дискуссии о интернете и о будущем интернете очень важны. Это часть причин, почему мы так тесно сотрудничаем с АДЖФ. Конечная цель это обеспечить, чтобы права человека подтверждались как в онлайне, так и в оффлайне. Нельзя забывать, что в прошлом году у нас мы в ООН в резолюции 28, когда принято было консенсусом, было принято решение о том, что именно права человека должны защищаться как в оффлайне, так и в онлайне. И все человечество и международное сообщество согласилось с этим. Резолюция была предложена Швеции, США, Бразилии, Тунису, Турции и Нигерии. И она получила поддержку 80 семей ко-спонсорами и была принята консенсусом. Нам надо помнить, что это огромный успех, и мы должны сделать это реальностью. Правительство обязаны защищать права человека. Это центральная часть наших обязательств. Безопасность необходима, чтобы охранять личные права и свободы и в целом защищать демократическое общество, в котором мы живем. Но мы должны понимать, что здесь речь идет не о балансировании между безопасностью и правами человека. Нет, это речь идет о том, чтобы обеспечить вложение прав человека, но делать это безопасным образом. Да, очень важно защищать права человека от других, но также важно, чтобы само государство, которое призвано защищать, не нарушало эти права и свободы. Именно поэтому право закона так важно. И конституционные рамки включают положение о транспарентности, законности и ответственности и обеспечивают это фундаментальное положение того, что государство может делать и как защитить права своих людей. И при обеспечении безопасности доступ к электронной коммуникации стал очень важным средством для правоохранительных органов бороться с преступностью. И законодательство Швеции разделяет наблюдение электронными средствами правоохранительными органами с одной стороны и сбором разведданных с другой стороны. И это все занимаются разные ведомства и мы понимаем насколько это различные эти понятия. мы сейчас вошли во время когда интернет задается много вопросов и поэтому нужно добиться более широкого доверия со стороны дорог среди населения. Государство и правительство не могут потерять свою законность своих действий и это дело осуществляется более глубоким диалогом со всеми участниками особенно гражданским обществом поэтому их инициативы должны серьезно рассматриваться и они представляют очень важные инициативы они представляют также широкие слои населения поэтому они важны. В последние месяцы мы провели консультации в Женеве в Нью-Йорке с международным гражданским обществом и другими правительствами по этим вопросам и принципам и в результате министр иностранных дел на недавнем киберконференции в Сеуле предложил несколько фундаментальных принципов по уважению прав человека и в электронных коммуникациях и наблюдениях это они говорят о легализации легитимности целей необходимости транспарентности и так далее и естественно мониторинг и эти хотели дискуссии мы проводить совмещение мы приветствуем диалог со всеми участниками и мы готовы сотрудничать работать с вами один такой пример это работа онлайновой коалиции свобода которой мы будем продолжать сотрудничать глубоко и я хочу на этом закончить спасибо большое за предоставленное мне слово благодарю вас Йохан да, мы Джоанну уже в конец стола и мы нарушили дипломатический протокол Джоанна из Бразилии пожалуйста вам слово добрый день благодарю вас за то что вы пригласили меня и всех вас за присутствие здесь за то что вы слушаете нас и обсуждаете эти вопросы хотела бы я подчеркнуть здесь что детали детали программы наблюдения национального национального агентства по безопасности вошли за все пределы которые могли быть объяснены национальной безопасностью и ничего не имеют общего с реальной угрозой потому что они включают например прослушивание коммуникации президента Бразилии который может считаться дружественной дружественной нацией а также перехватывали различные чувствительные бизнес коммуникации например коммуникации нашей нефтяной компании и это не только неприемлемо для лидеров старт но для всех кто защищает права человека это не важно это было использовано или нет это данные но даже сбор наших данных и мета-даты уже представляет полное нарушение прав личности по всему мире и неуважение к положениям международных конвенций и договоров касающихся прав человека и также это является двуличным потому что это наблюдение было странами которые считают себя защитниками открытого интернета и я не хочу говорить что здесь поляризацию какую-то проводить между странами это будет и хочу поляризацию называть одни странами хорошими другие злыми но я хочу подчеркнуть что необходимость того чтобы каждая страна должна предположить что нам еще много работать для обеспечения прав человека в онлайне и в оффлайне и серьезные изменения здесь нужны сценарии которые мы сейчас имеем это когда когда уже нет никакого доверия ни правительством ни компаниям ни телекоммуникационным компаниям и надо нам подумать о как решить эти проблемы и как выполнить эти решения и я очень рад что Бразилия активную роль заняла и проводит мероприятия на многих разных уровнях и как бразилька как гражданин Бразилии я очень рад поэтому наши например мы считаем необходимость срочно принять соответствующие договоренности по защите гражданских прав в интернете и у нас есть комитет по управлению интернета и как сегодня говорили это стало моделью в качестве модели в смысле контента и процента и процесса пока идет ведет онлайновые консультации и результатом является защита личной тайны свободы слова и другие цифровых прав я думаю мы могли бы поучиться от этого процесса и других международных сценариев говоря о долгосрочных решениях Бразилия сейчас разрабатывает инновации для сектора ИКТ особенно для построения серверов с шифрованных имейл серверов но конечно интернет глобальный и он будет останется глобальным и мы не будем конечно решать этот вопрос только на национальном уровне поэтому хотел подчеркнуть здесь что действия сделаны приняты на международном уровне помимо серьезного заявления на генассамблению которое подчеркивает все принципы CGI FBR и принципы приверженности правам человека наш президент предложил предложить активно сотрудничать с различными сторонами и разработать саммит организовать саммит который был бы основан на принципах которые изложил наш президент в своем выступлении на генассамблее и это было бы возможности для обсуждения этих вопросов и я считаю эти вопросы и вопросы наблюдения должны шпионаж должны быть изменены вести в друг направлениях прежде всего это изменение того как компании ведут свою деятельность и обеспечивают свою транспарентность а с другой стороны защита использователь например путем улучшения сшифрования в самом дизайне и очень хорошо что США готовы реформировать свою практику разведки и я хочу воспользоваться этой возможностью попросить попросить сообщения чтобы проанализировать международные принципы по применению прав человека в их цифровом наблюдении которые которые сейчас приняты 280 странами и международными организациями эти практики должны соответствовать правам человека в нашем цифровом пространстве как сказал Йохан все должно быть и фокус должно быть согласиваться должно основываться на наблюдении на транспарентности на уважении прав человека и на этом я хочу пригласить я хочу приветствовать инициативу шведского правительства и приглашаю все другие принять участие в этом движении как я сказала пора переоценить практику и обеспечить реальные права человека на интернете благодарю вас Джоанна благодарю вас за всех выступающих мы можем сказать что все выступающие понимают важность этой проблемы и выступают за принятие действий соответствующих как можно скорее несколько таких интересных моментов которые могут послужить основой для дискуссии Скотт сказал в частности есть необходимость следовать международному закону и правилам после Йохан сказал немножко по-другому сказал что может может быть сказал что может быть решение позитивное для двух сторон и нет необходимости балансировать между безопасностью и правами человека но в любом случае должны все наши обсуждения должны вестись на базе реальных фактов очень важно говорил с Яри что важно также совместять технологические и политические решения только технология недостаточно Йохан также сказал что важно важно наращивать сотрудничество между агентствами по электронной коммуникации и разведательными организациями а Джоанна сказала хорошую хорошую сам рядала Джоанна по правам человека и у нас есть существуют уже международные инструменты включая международную конвенцию по права и это позиция всех игроков включая Соединенных Штатов о том чтобы международные права и международные правила соблюдались вот это вот короткий итог давайте теперь пойдем послушаем комментарии с места я дам слово послу Бенедикта Фонсека из Бразилии ответить на эти вопросы у вас есть микрофон спасибо итак я хотел бы начать с того что обычно мы делаем В ООН, например, я был в ООН несколько лет тому назад, и мы начали наш разговор, говоря о том, что мы придерживаемся заявлений, которое было сказано от имени какой-то крупной международной организации ранее. И в контексте IGF я хотел бы сказать, что действительно я согласен с заявлением Джорона Ворон от имени гражданского сектора, потому что она выразила совершенно ясно большинство из тех пунктов, которые я хотел бы довести до нашей аудитории. Конечно, это облегчило мне задачу сейчас, так что я хотел бы еще раз сказать, что очень разделяю ее заявления. Таким образом, я также хотел бы отметить свою поддержку представителю Швеции, который отметил, что права человека являются очень важным элементом. И, конечно же, нужно посмотреть это в контексте раскрытия информации, слежки, улучшения прав человека в этом случае ни в коем случае не противоречит тому факту, что мы имеем большую приверженность обеспечения безопасности. И тем не менее, права человека должны быть во главе угла, соответственно, очень важно, чтобы наша дискуссия проходила таким образом, чтобы мы не игнорировали ту ситуацию, которая у нас сложилась в реальности. Все 7 принципов, которые мы выразили через министра Кобилл, они действительно являются очень важными руководящими принципами в этом отношении. Также нужно отметить касательно выступления нашего президента в Генассамблее ООН недавнем. И я хотел бы еще раз подчеркнуть в связи с этим, что защита прав человека, частной информации, свобода и выражение, вот эти очень важные элементы являются основой обеспокоенности президента Думы. Действительно, с точки зрения Бразилии, имеется совершенно необходимость на международном уровне создания и запуска процесса, который в конечном счете приведет международное сообщество к достижению материализации этих принципов, которые используются для работы интернета. И, соответственно, это должно являться частью нашего подхода. И также здесь мы должны обязательно базироваться на правах человека и других принципах, о которых мы здесь говорили. Так что мы видим здесь связанность всех этих начинаний. И далее, в этом плане очень важно отметить, о чем говорила Жоанна, что мы рассматриваем данный саммит, который будет в Бразилии, как продолжение этого выступления президента Думы, которое было сделано в ООН. И, действительно, в рамках этого мероприятия будет наш министр коммуникации. И, соответственно, здесь очень будет большой форум Бразилии относительно обсуждения этих вопросов, о которых я говорил. Так что это один из важнейших параметров для нас, наша сегодняшняя тема обсуждения для предстоящей встречи, которая позволит нам еще более детально посмотреть другие аспекты, которые мы сейчас обсуждаем. И самое главное, это сделать акцент на необходимость того, чтобы мы работали в той среде, которая в конечном счете позволит разрабатывать принципы и нормы, которые являются соответствующей нашей основной целью работы. Я также хотел бы еще один момент уточнить, который был предметом непонимания в этой встрече. Когда президент Дума предоставил свою речь в ООН, соответственно, она говорила о рамках, которые подразумевают использование потенциала частного сектора и гражданского сектора. И позже, когда произошла встреча с нашими министрами, и один министр не проинформировал ее, и, соответственно, она говорила не только о многосторонности, но и о участии различных организаций. Так что вот президент наш еще раз говорил, что использовал на самом деле слово многосторонний, мультилатеральный, то есть многосторонний, мультилатерал. И, соответственно, может быть здесь из-за этого недопонимания, может быть недопонимание ситуации, что в Бразилии, на самом деле, вот какая ситуация в Бразилии с принципом осуществления многосторонности и участия. Во-первых, президент Дума, она, ее речь переводилась, и, соответственно, там нет никакого недопонимания. Но с точки зрения вашего правительства, я думаю, что это очень важно, что мы обсуждаем здесь на многих наших панелях, комиссиях. Здесь очень важно подумать о концепциях и языке, который используется. Многие используют слово мультилатерал. Что это означает? Это означает, что очень часто это используется как антоним одностороннему, юнилатерал. То есть речь идет о чисто каком-то межправительственном организации. Но она хотела бы сказать, когда говорила ООН, что мы хотели бы создать среду, платформу, когда все стороны, не только государственные организации, были бы участниками этого процесса. Она объяснила также, что это не соответствует также принципам исключения каких-либо заинтересованных организаций. Так что я просто хотел бы уточнить этот момент. И здесь очень часто мы не придаем должного внимания конкретным заявлениям. А журналисты далее могут неправильно это интерпретировать. Так что очень важно посмотреть, что именно наш президент имел в виду многосторонность. А также я хотел бы отметить, что использовать эту платформу я бы хотел еще раз донести точку зрения нашего президента. Потому что принципы, которые мы разрабатываем в Бразилии, подразумевают многосторонность. И, соответственно, это и есть основа выступления нашего президента. Потому что на международном уровне необходимо создать инструмент, который бы обеспечивал участие всех заинтересованных лиц организаций. То есть обеспечивал выполнение принципа многосторонности. Таким образом, мы должны отметить, насколько важно осуществлять понимание должного того, чего наши лидеры хотят донести у мирового сообщества. Так что я хотел бы поблагодарить всех участников нашего АДЖФ-форума со стороны правительства, гражданского сектора и частного сектора. Действительно, мы поддерживаем идею разработки необходимых условий, которые госпожа президент еще раз отметила, как принцип многосторонности. Так что это очень большой стимул для нас увидеть, что действительно имеется желание мобилизации всех заинтересованных сторон, для того, чтобы они, в конечном счете, развивались в подготовке той встречи, которая действительно будет в Бразилии на основе многосторонности. И это касается как дебатов, так и создания повестки дня. Так что это будет еще одним вкладом в тот процесс, который бы мы хотели, чтобы поддерживался со всех возможных заинтересованных сторон и организаций. И в заключение я хотел бы сказать, что Бразилия защищает права человека самым решительным образом. Ключевая группа, которая создавала резолюцию Совета по правам человека, донесла совершенно точно до мирового сообщества, что права человека должны соблюдаться. Так что мы поддерживаем права человека через многие организации и каналы. Я думаю, что это в конечном счете должно стимулировать страны для того, чтобы предоставить необходимые стимулы для того, чтобы права человека поддерживались на мировом уровне. Спасибо, посол Францека. А теперь я хотел бы дать слово Бертрану. У нас имеется также удаленный выступающий... Да, пожалуйста. Да, Бертран, мы сейчас начнем вначале заслушивать наших удаленных слушателей. Питер Хеллман два вопроса предоставит нам. Питер хочет спросить у американского представителя, действительно ли защита интересов иностранной политики Соединенных Штатов подразумевает подслушивание разговоров высших должностных лиц друзей Соединенных Штатов, а также по Гуглу. И в течение следующих трех лет около 30 миллиардов долларов будет потеря деятельности Кул из-за клауд-технологий, пользуемых третьими сторонами. И, соответственно, также Гугл потерял более 80 миллионов долларов из-за того, что нет необходимого доверия. То же самое касается пропорциональных шагов, которые необходимо сделать пропорциональным образом для того, чтобы обеспечить свою безопасность и собирать данные оперативного характера. И, пожалуйста, Бертран, вы можете по этому поводу сказать несколько слов, а потом мы ответим на вопросы, заданные удаленными доступами. Итак, меня зовут Бертран Лешапер, я директор интернет-проекта по юрисдикции. Я хотел бы сказать, что слежка действительно является вопросом, который можно рассматривать в большем масштабе. Речь идет о вопросах, и я хотел бы отметить три. Прежде всего, суверенитет. Когда мы обсуждаем здесь вопросы суверенитета, как они связаны с цифровым веком, и действительно, традиционно, предразумевается суверенитет национальной территории, а после наступления интернет-эры, здесь совершенно очевидно появляется новый потенциал для национальных решений, для тем, чтобы в конечном счете мы видели трансграничный эффект интернета на различных граждан. Соответственно, страны этих, государства этих стран, принимают решения, которые в конечном счете имеют воздействие на другие соседние страны. Также нужно посмотреть на различные противоречия в разных странах, в зависимости от количества действующих лиц на их территориях. Также нужно отметить и тот факт. Недавние мероприятия, недавние события и выступления Сноудена, они повлияли на многие страны, которые заняли позиции реагирования на то заявление, которое сделал Сноуден в плане укрепления защиты, суверенитета своих данных, что это касается прежде всего сохранения базы данных в рамках собственной территории и защиты ее таким образом. Речь идет о восстановлении каких-то физических границ, но в технической инфраструктуре с самого начала инициатива была в том, чтобы создавать архитектуру межграничного общения для интернета. Это большой вызов, потому что традиционное понимание международной системы основывается на разделении суверенитетов, и большинство международных организаций работают на принципах немешательства внутренних дел других стран. Нашняя ситуация вызывает большие проблемы с этим, потому что для многих правительств большой вызов заключается в том, как вы будете работать по управлению межграничным пространством. Это новая задача. Во-вторых, который момент я хотел бы специально отметить, Джоан об этом говорил, это понимание должного процесса или справедливого процесса, потому что любой элемент должен гарантировать необходимые процедуры для вопросов, связанных с, с одной стороны, необходимостью сбора информации, оперативной информации спецслужбами, а с другой стороны, свободой слова. Это также касается прав человека, интернет-пользователей, в частности, как это можно сделать в рамках набора правил, которые бы были справедливы и гарантировали должность этого процесса. Это довольно сложно, особенно касается межграничных отношений, когда что-то происходит в одной стране, и через интернет данные получают другая страна, и, соответственно, это делается через удаленные веб-сайты. Иногда эти веб-сайты просто закрываются в других странах. По каким-либо причинам, соответственно, нужно посмотреть, какие отношения имеются между государственными платформами и пользователями. с тем, чтобы этот процесс был справедлив, проходя через границы. Этот вопрос является также отражением того, что происходит сейчас в рамках дебата о слежке. Потому что то, о чем мы говорим, это внедрение справедливого процесса, справедливого процесса надзора и мониторинга. Потому что принципы, сами по себе, недостаточны для того, чтобы защищать права человека. Они необходимы, но недостаточны, если процедуры не будут должными на международном уровне, соответственно, также международные права не будут обеспечиваться. И даже если имеются такие рамки, действительно внедрение этих рамок будет иногда не должным. В заключении, третье, что я бы хотел сказать, это непредполагаемые последствия. Тренд, который мы сейчас видим в плане реагирования на недавние дебаты по слежке, они действительно проблематичны для всех. Понимание того, что реагирование и представление правообоснованных озабоченностей со стороны граждан, правительство осуществляет так называемые правовые инициативы относительно суверенности данных, иметь технические сложности в осуществлении этого. Так что, если вы хотите каким-то образом стать членом глобального сообщества в цифровом веке, какой пользователь из каких конкретной страны распространяет эти или иные данные, соответственно, здесь можно, если вы пытаетесь осуществлять суверенность данных, нарушать существенным образом приватность данных. И второй элемент, который представлен на встрече, который был в Дели, этот проект по юрисдикции данных отрасли в Индии, четко отметил, что правительству, пожалуйста, будьте осторожны в ваших желаниях, потому что если принципы суверенности данных слишком продвигать, то, соответственно, вы будете угрожать местной телекоммуникационной отрасли для того, чтобы они стали глобальным участником клауд-технологии в целом. Соответственно, мы видим вызов ситуации, потому что здесь нет достаточной международной программы или платформы для обсуждения этих вопросов суверенности, сета в цифровой век и соответствующие справедливые процессы. Мы таким образом сталкиваемся с риском, когда большое количество некординированных действий, предпримятых различными правительствами и различными частными акторами, в конечном счете будут выглядеть очень естественными, как первый шаг, но будут в конечном счете угрожать последствиями для многих. Таким образом, соответственно, что здесь нужно обязательно решить эту задачу в рамках многостороннего обсуждения. Сам факт заключается в том, что сама среда вызывает такие мероприятия, которые будут в Бразилии, для того, чтобы решать эти вопросы таким образом, с тем, чтобы в конечном счете национальные решения, которые являются основой нашей дискуссии, были бы придержаны, приостановлены до тех пор, пока мы не узнаем все негативные последствия таких решений. Бразильская встреча является очень важной задачей в этом плане, служит очень важной задачей, потому что встреча коалиции по свободе информации является очень важной. Здесь очень важно посмотреть на необходимость этих принципов, в пропорциональностях, и действительно, эта дискуссия будет по этому поводу. Я хотел бы подчеркнуть еще один элемент относительно Совета Европы, его рекомендации два года назад, высказанных относительно принципов. не наносить ущерб через граничный обмен данных, и здесь, соответственно, решения, которые будут приняты в защите данных по суверенитету, принципам суверенитета, могут нанести большой трансграничный ущерб. Соответственно, здесь очень важно посмотреть, каким образом правительства будут решать эту задачу, для того, чтобы в конечном счете интернет работал во благо всех. Спасибо. Спасибо, Бертран. Перед тем, как мы продолжим с другими комментариями, я хотел бы пригласить нашего гостя КОХЭСа, чтобы он рассказал с точки зрения инфраструктуры. Пожалуйста, Эрик, и функциональность интернета. Спасибо. Я должен уйти, к сожалению, у меня другое мероприятие в рамках нашего форума в другом зале, но, конечно же, много дискуссий проходило на различных уровнях, просто технического уровня обсуждались. Несколько вещей, которые я услышал в ходе этой дискуссии, я согласен с Россом относительно подхода на фактах, это очень важно. И еще один момент, который был подчеркнут многими участниками, это транспарентность и верховенство закона. Это очень хорошие принципы, действительно, и действительно их нужно развивать. Кроме этого, я хотел бы еще раз вернуться к важному принципу. Речь идет о правах человека, многосторонной модели, децентрализированной природе интернета. В частности, многосторонность является ключевым элементом для работы в интернете, с тем, чтобы интернет обеспечил должный уровень функционирования и балансирование между различного рода озабоченностями. Здесь в этой связи амбассадор Бразильский посол очень много об этом говорил относительно консенсуса, относительно многосторонности как основы продвижения вперед. Я думаю, Иоанна также комментировала, что интернет должен оставаться глобальным, это очень правильная точка зрения. И единственный момент, который я подчеркнул из этой дискуссии, который касается инфраструктуры и технических вещей, вот в этом плане единственная вещь, которую я вынес из этой дискуссии, это возможный запрос сувернизации данных, то есть оставление их в рамках национальной границы. Здесь, конечно, мы должны быть осторожны с тем, что желаем, и прежде всего здесь касается технической, инфраструктурной основы, как можно, чтобы данные были местного уровня, суверенного уровня, и как это, соответственно, будет отрицательно влиять на потенциал интернета в целом. Здесь, может быть, у нас нет точного ответа прямо сейчас с тем, чтобы обеспечить эти принципы, но здесь требуется инновационный подход. Это один из примеров тех вещей, которые мы можем опасаться в плане того, что у нас будет слишком много запросов к нашей сети, интернет-сети, и, соответственно, что является выполнимым и экономически целесообразным. Нужно в этом плане нашу дискуссию продолжать. Вот, собственно, о чем я хотел сказать на данный момент. Спасибо. Спасибо, Эрик. Вы дали нам весьма комплексный анализ вопросов, связанных с инфраструктурой, и также здесь прозвучало несколько важных предостережений относительно того, что мы должны действительно желать, вместо того, чтобы делать что-то спонтанное. Спасибо, Джованн, и спасибо, господин Шарри, за то, что вы к нам присоединились. Я знаю, что, Джанна, у вас также есть другое обязательство работать в другом мероприятии, да, или вы остаетесь с нами. Ну, замечательно. Итак, я хотел бы к нашим отдаленным участникам, а после этого к Ни Гештен. Спасибо. Вопрос от Моники Орнетт, которая является журналистом-стрингером из Германии. Вопрос к представителям Швеции и Соединенных Штатов. Она хотела бы узнать, действительно ли имеются более мощные технические инструменты, которые требуют пересмотра законодательства о спецслужбах, потому что речь идет о государстве, внутри государства, которое подрывает доверие граждан, а также подрывает демократические принципы контроля, а также совершенно очевидно является основой для шантажа многих демократически выбранных представителей. Спасибо. Ник, пожалуйста. Да, спасибо большое. Итак, компьютер и коммуникация – это отрасль, наша ассоциация этой отрасли. Стоит из представителей многих просветающих компаний. Отрасль телекоммуникации. Я должен сказать, что наши комментарии, они представляют, и также Google, компанию, которая представляет свою точку зрения, также здесь. Я думаю, самая главная проблема, она не техническая или не интернет-проблема, хотя интернет сам по себе многое делает возможным, и эти вопросы не могут решить исключительно правовыми способами, особенно на национальном уровне, о том, как и он говорил, о том, что местный хостинг вести. У нас имеется парадигма, так сказать, цифровых граждан, но также есть цифровые иностранцы, то есть наши национальные элементы защиты, приватности, способы такой защиты. Каждая страна может, честно говоря, просылать очень много культурных аташеев в свои иностранные посольства, перед тем, как сказать, что у вас слишком много завелось шпионов в вашем посольстве. Действительно, здесь имеется ограниченное количество иностранцев, которые можно использовать для шпионажа. К сожалению, ситуация сейчас выглядит наоборот, потому что сейчас отсутствие правовых запретов на страны, которые шпионят за другими гражданами иностранных государств, потому что здесь практически огромные, неограниченные объемы слежки одних граждан за другими через интернет. И таким образом, предыдущие дебаты относительно Европы и Соединенных Штатов, мы видели огромные уровни реакции против подобного рода практики, потому что они подрывают интернет, и, соответственно, здесь нужно решать это во благо отдельных участников. То есть тут такая же динамика, когда технологии используются спецслужбами для того, чтобы обеспечивать сбор оперативных данных с определенными ограничениями, особенно касательно иностранцев, в то же самое время интернет построен на доверии. Без такого доверия люди будут просто меньше пользоваться, меньше говорить через интернет, больше бояться говорить через интернет. В настоящее время проходят дебаты, которые фокусируются на негативных стимулах, которые характеризуются отсутствием доверия повышенным, осторожным, подозрительным отношениям. Я думаю, все это понятно, что это будет генерировать очень много недовольства пользователей. Но также нужно отметить, что здесь имеются фундаментальные принципы, которые мы все разделяем, потому что если вы хотите, чтобы интернет развивался, нужно больше ему доверять. Для социально-коммерческих задач это очень важно. Дальнейшее развитие интернета является очень важным элементом, потому что здесь имеется общая задача, то есть усилия, которые в конечном счете делают интернет более дорогим, не приветствуются. Также законодательные усилия касаются профилактики преступлений. Соответственно, здесь очень важно посмотреть на разумность подобного рода мероприятия, но фундаментальная транспарентность принципов правительственных операций является очень важным, даже если имеется определенного рода противоречия от деятельности государства в отношении принципа транспарентности. Мы также хотели бы, чтобы наши Конституции действительно выполняли принцип защиты частных интересов, частной информации и прав человека, как онлайн, так и офлайн, даже в том плане, что это касается всеобщей декларации прав человека, даже если она иногда не выполняется. Это самые главные задачи, и я думаю, мы можем использовать вот эти важные принципы как основа конструктивного диалога. И здесь также нужно проводить в таком же ключе роль спецслужб онлайн. Особенно касаясь постеподневной жизни индивидуалов и дебаты, которые мы ведем сейчас, я надеюсь, они приведут все-таки к позитивным итогам для интернет-сообщества. И как сообщества у нас есть необходимость и всякий призыв к тому, чтобы работать. У нас есть еще один фундаментальный принцип для продвижения вперед. Но, возвращаясь к моей первоначальной мысли, правительство имеет обязательства в цифровом мире для... Имеет необходимо... Оно должно защищать, прежде всего, интересы безопасности своих граждан. А часто это требует шпионажа и слежения за лицами других национальностей. Но, с другой стороны, мы часто просто не знаем, кто делает что. То есть, кто шпионит за кем. И поэтому, например, ответы посла с фонсеки, бразильская инициатива, они, говорит, приветствуют. Это диалог о том, что мы делим. Это мы не должны бояться. Мы должны это обсуждать. И очень важно, если мы... Мы здесь говорим об аналоговом прошлом, которое совмещается с цифровым будущим. Благодарю вас за вашу интервенцию. Давайте попробуем почерпнуть опыт, который находится в нашем зале. Давайте просим комментарии и вопросы. Есть один человек, который работает в организации, который может нам помочь, как бы, этот балансирование, объяснить это балансирование между безопасностью, защитой данных и правами человека. Это Совет Европы. Это организация, в которой есть три конвенции и три организационных механизма по защите и по кипербезопасности и по защите данных. Дайте нам, пожалуйста, несколько, так сказать, каких-то точек зрения о том, как решать эту проблему баланса между правами человека и безопасностью. Совет Европы, его подход, он отражает различные аспекты того, что уже говорилось. Поэтому я не буду повторяться. Я думаю, что то, что Йохан Халленберг сказал, это правильно и упрощает, соответственно, подходы. Но подход Совета Европы можно архитировать соответствующим образом. Это, прежде всего, многосторонний. Мы должны слушать, чтобы хорошо управлять, слушать различные голоса и оставить решения на тех, кто отвечает за тот или иной аспект. И Совет Европы, во-первых, его решения многодисциплинарные, существуют различные интересы, соответствующие проблемы, которые необходимо решать в одном контексте. И мы здесь видим, есть вопросы, относящиеся к национальной безопасности, к приватности и к свободе слова, а также к преступлениям и праву закона. И все это нужно принять во внимание. Поэтому мы и Совет Европы как бы приветствуют многосторонние ответы, многосторонние решения. И мы это достигаем при помощи межправительственных переговоров, рекомендациями и так далее. Есть, существует также и база, законодательная международная база законов. Международные, например, закону про защите цифровых данных, закону о правах, конвенции о правах человека. И это все охватывается, эти моменты. И у нас также многосторонняя ответственность. У нас есть политическая отчетность, законная отчетность, юридическая отчетность. Есть у нас такие соответствующие специалисты в комитете по защите данных, по киберпреступности и так далее. Сейчас пока Совет Европы не готов дать какой-то ответ по поводу этого темы, который мы обсуждаем. Но хотел бы сделать несколько замечаний. Уже с 70-х годов Европейский кодекс прав человека четко заявил, что система массовой слежки может подорвать или уничтожить демократию под предлогом защиты ее. И другой аспект, который очень, так сказать, справедлив, это также Совет Европы заботится о так называемых свистунах, которые, так сказать, предоставляют какую-то тайную информацию. И мы считаем, что их интересы должны быть защищены, потому что это соответствует общественным интересам. Благодарю вас, Ян, за этот вклад. И это дает действительно нам как бы пищу для размышления. И как с точки зрения защиты данных, кибербезопасности, а также прав человека, как же все-таки решать эти проблемы? Калида, вам слово. Все меня слышат? Меня зовут Калет Фатал. Я работаю в интернет-группе FAFA Law Enforcement. Проблема здесь, как я вижу, не в том, что есть какие-то факты или якобы неподтвержденные факты. Речь идет о ключевых ценностях, которые поддерживают все участники. И кто присутствовал на Айкене, на заседаниях Айкена, те могут ответы. Делоус наверняка знает, что если мы четко не решим вопрос слежки, то мы не дадим истинную ценность того, насколько это нарушает права участников. Это вопрос доверия, доверия многосторонности, многосторонности, которые представляют свой интернет. Мы верим в многосторонность и мы верим в защиту личных данных, свободы в онлайне. Я сирийский американец и поэтому мне не нужно читать лекции о важности демократии и приватности и свободе слова. Но когда эти ценности подвергаются опасности, я думаю, надо признать какой вред был принесен и что необходимо для того, чтобы поправить этот вред, справить ситуацию. В развивающихся странах многие тоже эту проблему волнуют и мы должны решать эту проблему откровенно, ясно и на высоком приоритетном уровне. Мы не сможем ситуацию просто разрешить. Сейчас пока вот мы как раз я вижу попытки именно так размыть ситуацию и не говорить о том, что действительно какая опасность на самом деле. Война против терроризма идет под углом нашей ценности против их ценности. И что это говорит? Если мы толкаем и идем к свободному интернету, мы окажемся шпионом за другим миром, за остальным миром. Это опять выходит к нашим самым ценностям. Рак нельзя вылечить аспирином. необходимо принять и действительно решать проблему, а не просто обходить ее стороной или как-то ее разбавить. Это моя рекомендация, потому что все, кто верит в многосторонность, я думаю, согласятся со мной. Так, о важности доверия в обсуждении вопросов интернет-слежки мы будем продолжать наш разговор. Благодарю. Представьтесь, пожалуйста. меня зовут Рэнь Йишан, я из МИД Китая. Я хотел представиться на китайском языке, потому что у нас есть перевод, поэтому пожалуйста наденьте свои наушники. Не у всех наушники. ну ладно, я тогда начну на английском, а вы пока достанете свои наушники. У меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы затронуть. Прежде всего, мы достигли консенсуса в том понимании общих ценностей, универсальных ценностей, прав человека касающихся, а с другой стороны также хотели бы подчеркнуть, что концепция прав человека это интегрированный концепция, в котором нельзя не учитывать другие элементы прав человека, различные. То есть у нас есть два набора прав. Есть политические права, экономические права, а также социальные и культурные права. А также у нас есть права, но с другой стороны у нас есть и обязанности, обязанности перед обществом, наша ответственность, чтобы уважать права других. И это первое, что я хотел сказать. Второе, интернет. Я думаю, у нас всяк много элементов и факторов, которые надо посмотреть, рассмотреть. как минимум, с моей точки зрения, у нас много элементов таких, которые надо рассмотреть на право доступа. Это очень важный вопрос для многих стран, особенно развивающихся стран. Я рад, что вы уже одели наушники, я теперь могу перейти на китайский язык. за последние несколько дней мы обсудили много важных вопросов, относящихся к развитию интернет, стабильности интернета, а также распределение ресурсов интернета, а также интернет преступность, спам, а то, также то, как усилить доверие населения к интернету. И сегодня вопрос, который мы обсуждаем, и вопрос, который мы обсуждаем за последние дни, это говорится о том, что некоторые отдельные страны осуществляют крупномасштабную слежку за другими странами, как наша делегация. Мы очень удивлены и озабочены этим вопросом. Таким массивной слежкой, неважно, либо идет это над политиками, над личными, над отдельными людьми других стран, это нарушение суверенитета и национальных интересов и приватности людей в других странах, и также является угрозой безопасного действия интернета. В то же время это поведение серьезно нарушает доверие населения к интернету. И последнее, я хотел бы сказать, обсуждая принципы управления интернетом, здесь важно подчеркнуть следующие моменты, такие как транспарентность, инклюзивность, принципы участия, многостороннего участия и сотрудничества и другие. и поэтому мы приветствуем то, что сказал бразильский посол, касаясь управления интернетом. Управление интернетом мы должны организовать на базе многостороннего сотрудничества с участием с участием академических кругов, техников, политиков, гражданского общества никто не должен быть в стороне. Все слои общества должны участвовать. Если мы исключим кого-нибудь, то управление интернетом будет неполноценным. Благодарю вас. Благодарим вас за то, что вы начали на английском языке. Вы вычеркнули очень важные принципы нашей дискуссии. Элементы доверия, прав человека и всеобъемлющий вопрос суверенитета. И у нас много интересной теперь массы информации для размышлений. Есть ли еще вопросы? Меня зовут Суби Чатвир. Я преподаватель коммуникации и медиа технологии в Университете Индии. Также являюсь членом организации, которая называется Медиа ради изменений. Мы решаем, как интернет может улучшить положение в развивающихся странах. Я хочу поблагодарить Рауля, потому что он затронул в сердце как раз вопросов. В ключе интернета это доверие. И только тогда эта замечательная технология сможет содействовать развитию, но она должна быть личной, приватной и конфиденциальной. Когда мы говорим о ситуации, которая сложилась, я вспоминаю историю, когда мы читали Шерлок Холмса, почему собака не залаяла эта история. То есть, когда мы будем тихи, не будем говорить в минуты такие, как и которые будем, такие некомфортабельные ситуации, мы промолчим. И я как раз согласен с Калином. Это речь идет о доверии, а также речь идет о сотрудничестве, о работе, совместной работе. Потому что невозможно говорить о кибербезопасности и суверенитете без прав человека. И хочу подчеркнуть, что путь от раба к гражданину был длинным. И теперь мы пришли к такой точке, когда сбор правительств информации, со стороны правительств информации, какая у него цель, ради кого и для кого. То есть, мы создаем угрозу соответствующим правам человека. В Индии у нас много законов, у нас много законов различных. И мы недавно у нас был случай, когда 18-летняя девочка была посажена в тюрьму за то, что она выразила свое неудовольство в интернете. И говоря о проблемах этой системе, да, они есть, но надо говорить, что не только правительство является участником этой проблемы, и не только оно должно решать, что и как делать, а все вместе. поэтому мы говорим о многостороннем подходе. Демократия это замечательная вещь, но демократия с участием общества это даже лучше. Поэтому давайте работать на этой платформе, на платформе многосторонности, и давайте укреплять нашу многостороннюю систему. Это единственный путь, который спасет нас. спасибо, что вы Шерлок Холмса упомянули в нашей дискуссии. У меня очень короткий вопрос к Скотту. Мне было приятно было услышать об изменениях, которые планируются в Соединенных Штатах. Я надеюсь, что это отражение изменившихся мнений в правительстве США по вопросам безопасности прав человека. И если это так, то я хотел бы спросить. Такой человек есть Сноуден, который в центре всех этих Сноуден. Кому уже кого президент Обама обозвал предателем. И до сих пор он считает это так? Или эта позиция изменилась? Как теперь рассматривается Сноуден со стороны с точки зрения американского правительства? Это очень важный вопрос. И что американское правительство хочет с ним сделать? Вот мой вопрос. Меня зовут Джимми Шульц. Я был членом парламента Германии Германии вторника и теперь комитета внутренних дел. Было очень жаль, что вопрос наблюдения и слежки говорилось, что это не новая вещь. И другие тоже занимаются этим. Это тоже правда. И это не делает это лучше. И вопрос у меня к гуглу. Вы не даете прямой доступ. Вы сказали, что звучит как Кит Александр сказал, что мы не шпионим за каждым американцем. И то, что вы сказали, вы не даем прямой доступ, означает ли это, что есть непрямой доступ? Какой то есть у вас какой-то закон, который запрещает вам сказать всю правду нам? Это вопрос к гуглу. А теперь к представителям США. Кит Александр говорил, что те, кто шифруется, они к ним относятся как потенциальным террористам. Я, например, шифруюсь. Вы тоже считаете, что я потенциальный террорист? И вы также сказали, некоторые страны пользуются ситуацией в своих интересах. Это относится к Германии? Потому что я думаю, что все дело это же землетрясевни в наших взаимоотношениях. Друзья так не поступают. И вы сказали, что вы принимаете рекомендации. Я вам хочу дать такие рекомендации. рекомендации. И моя рекомендация, даже не рекомендация, прекратите слежку сейчас же. И возвращаясь к нашим вопросам, мы должны принять три шага. Прежде всего, я ожидаю, мне кажется, нам нужна полная транспарентность. Полная транспарентность означает, что вы должны сказать нам все. И все должны быть открыты по этому вопросу. Второе, нам нужны международные контракты, международные соглашения, что друзья не шпионят за друзьями. И третье, мы должны шифровать все наши коммуникации, чтобы слежка не проходила. Благодарю вас. Элверт Элверт Элесеру из Бразилии. Я думаю, мы имеем дело с ситуацией, которая требует ясности с точки зрения, что нам нужно решать для будущего, с тем, чтобы избежать повторения этой ситуации в будущем. Мы видим, что массовая слежка за миллионами людей по всему миру одним шпионским агентством одной страны, конечно, это открыло нам многое. Я согласен, прежде всего, что это открывает, что у нас нет технологической проблемы. Это вопрос этический и политический. У нас есть проблем организационный. Единственное, как мы можем предотвратить это в будущем, если мы договоримся в наборе правил, а также институционных рамок, которые будут признавать, во-первых, законность многостороннего процесса, и, с другой стороны, создадут этические нормы для каждого актера, или какие-то архитические рамки для каждого актера, по которому он должен вести себя в будущем, которые не будут нарушать права человека и частные тайны любого гражданина мира. На любых условиях, когда говорят о национальной безопасности, я считаю, что этот аргумент несерьезен, так как вряд ли мы можем сказать, что в ситуации, когда обычные бразильские граждане или компании, или даже организации государственные, за ними ведется слежка и нарушается их приватность, и все это делается в интересах национальной безопасности, что это означает, что миллионы бразильских граждан и бразильские компании, бразильские государственные организации как-то замешаны в терроризме или в другой деятельности, которая нарушает национальную безопасность в других странах, являясь государственным службом и гражданином Бразилии, на эти вопросы еще нужно получить ответ. И единственное, что мы можем, как мы должны поступать, чтобы создать новое видение, это собраться вместе, всем участникам и глубоко подумать о том, как обеспечить минимальный набор принципов и правил, которые стоят нормой и которые будут все следовать им и ситуация не повторится. Благодарю. Я хочу попросить вашего прощения. говорят, что Эвертон сказал, хочу попросить нашего комментатора. Мэгги, она специалист, солист в области прав пользователей интернета. Благодарю вас, председатель, модераторы. я адвокат по, я хочу прокомментировать по юридическим аспектам. Я думаю, наша дискуссия показывает, что идет больше о том, как сделать интернет свободным и несмотря на вопросы слежки. И здесь как вопрос балансирования между правом на безопасность и правами личности и правами свободы слова. Однако, чтобы создать международно признанный набор стандартов, по защите и здесь иметь баланс с этих прав, это достаточно сложное дело, потому что несмотря на принятые права, признанные права человека, универсальные права, все, подход к ним неоднозначен, и он не одинаков в разных странах. Это раз. Кроме того, подход к вопросам безопасности и вопросам угрозы безопасности, он разный в разных странах. Например, свобода слова в Соединенных Штатах является самым главным правом человека, и оно защищено первой подправкой Конституции. Но личная приватность в Соединенных Штатах нечетко прописана в Конституции США. Потому что в Соединенных Штатах напротив, приватность является не конституционным правом, в то время как в Европейском Союзе имеется определенного рода ограничения в свободе выражения. Свободе слова имеются определенного рода рамки относительно реализации в европейских странах свободу на выражение в Азии. Приватность и свобода выражения похоже не является наиболее существенным правом и не соответственно должен защищается. В Индонезии например больше фокус делается на безопасности нежели чем на свободу выражения а также приватность жизни. Некоторые отмечают что приватность не имеет культурных основ в Азии таких странах как например Индонезия. Так что касается нашего обсуждения достаточно сложно установить глобальное право относительно того чтобы осуществить необходимый баланс между этими правами и чтобы они понимались адекватно во всем мире. Однако демократический надзор на заслежку и сбору оперативных информаций очень важен. Может быть это должно осуществляться парламентом с тем чтобы технология не злоупотреблялась правительством для сбора оперативных данных очень важно отметить что многие правительства среди Бахрейна и Арабского союза злоупотребляют подобного рода технологиями для надзора и соответственно Кама Клоп Интернешнл компаний из Великобритании злоупотребляет технологиями для мониторинга за блогерами соответственно здесь очень важно посмотреть насколько правомерно используются эти технологии например за слежкой в прошлом году этих странах было слежка за депутатами и с сентября в сентябре этого года в Индонезии был соответственно принят закон и мы надеемся что на следующем году в выборах не будут эти технологии использоваться против оппозиционных депутатов и один из вопросов балансирования этих различного рода тенденций относительно безопасности и приватности во вторых у нас имеется право на приватность в международном пакте о социальных и гражданских правах самый вопрос заключается в том как это переменять соответственно каким образом мы можем сбалансировать применение подобных принципов в разных странах и в отношении прежде всего проблемы которые существуют которые вы описывали спасибо Жоан меня зовут Раула Живолеер я являюсь генеральным директором ЛЭКНИК я думаю что один из моментов заключается в том и все согласны с этим что массированная слежка это плохо это то что не должно делаться не важно кто это делает и не важно какие мотивации стоят за этим также имеется консенсус который говорит о том что расследования должны быть разрешены с помощью технологий однако подобного рода использование технологий должно осуществляться на основе уважения прав человека я слышал многие говорили о принципах которые любое использование технологии должно осуществляться то есть эти принципы должны быть во главе угла при использовании этой технологии соответственно мой вопрос всем экспертам похоже что выступление представителя шведского правительства было очень интересно похоже также что они применяют эту концепцию поэтому мой вопрос действительно ли шведское правительство закладывает основы для дальнейшего развития этой концепции пытаясь найти необходимое решение для будущего я не думаю что сейчас мы достигнем полного согласия относительно этих принципов но по крайней мере мы можем получить какую-то общую платформу создать общее мнение для движения вперед на этой сессии спасибо меня зовут Мэтью Шерзи из центра по демократии и технологии несколько комментариев относительно того что мы слушали давайте не будем данную дискуссию сводить к тривиальным заявлениям здесь также не место лицемерия когда мы говорим о защите интересов стран мы не говорим о том что это должно основываться на этих технологиях таким образом действительно давайте четко отмечать наш подход и еще большое спасибо представителю Швеции что здесь требовалось очень много для того чтобы улучшить безопасность но безопасность подразумевает снижение прав человека также нужно отметить что Франк Леруа отметил что массовая слежка является просто издевательством над прав человека нужно это помнить также давайте перестанем говорить что я теряю доверие интернета я теряю доверие к институтам которые используют интернет и подрывают мои фундаментальные права пенда вон из гонконга вы знаете что гонконг место где сноуден сделал первые свои откровения и речь идет о прощении из-за того что частично что было продемонстрировано что слежка в сети это низковисящие фрукты здесь не нужно удивляться этому что к нему прибегают самое главное это масштабы мы уже говорили о полном раскрытии например все знают что дети делают ошибки но сейчас интернет достиг подросткового возраста но соответственно ошибки продолжаются соответственно когда говорить о полном раскрытии информации может быть это наивное требование кто что будет раскрывать и перед кем но здесь обязательно посмотреть на следующие шаги какое будет здесь видение я думаю что здесь нет никакого закона о балансе соответственно здесь очень важно точно посмотреть на будущее которое мы хотели бы видеть здесь имеется также искушение закрыться в национальных границах как то было до интернета это не та возможность которая на самом деле имеется на самом деле это укрепление торговли вот реальная перспектива и также нужно использовать с позитивной точки зрения следующие полтора миллиарда людей будут интернет пользователями через интернет мобильные устройства и платитель такие устройства так что здесь не только вопросы движения денег поэтому торговля является очень важным моментом если у нас имеется видение нашего будущего которое надеемся будет осуществляться по принципу попрощения и здесь очень важно посмотреть на механизмы восстановления доверия и посмотреть как мы это можем сделать через старую концепцию мир через торговлю я еще хотел бы сказать что имя человека который только что выступал Пиндер Вон это для наших протоколистов Майк Кристин из Комьюнити Информатикс Нетворк Канаде это глобальная сеть около месяца назад я поместил блог говоря о том что интернет на самом деле двусторонняя система и что национальные спецслужбы получают информацию из интернета а также имеют полный потенциал загружать свою информацию в интернет и таким образом существенно влияя практически мы видим о подтверждении такого подхода два например подтверждения один заключается в том факте что кардиостимулятор господина Чейни он содержит специальную защиту от хакеров потому что ранее через интернет можно просто убить человека было через интернет влияя на кардиостимулятор еще еще один момент это слежка в интернете является одним из важных проводников беспилотных средств дронов так называемых через которые многие страны ведут слежку и войну и вопрос заключается также в том что мы сейчас работаем куда по более большему вопросу чем просто слежки а речь идет скорее о потенционале об активном воздействии на такими опасными методами на те методы которыми ради которых используется интернет который включает в себя наше здоровье наше внутреннее коммуникации между подразделениями компаний и так далее и так далее таким образом здесь вопрос не только слежки но нужно обсуждать этот вопрос учитывая тот факт что интернет можно использовать и вот такими уже активными методами меня зовут Майкл Гастин спасибо меня зовут Волтин Атрис я работаю на ЛДФ я думаю один из важных моментов которые мы обсуждали на этих заседаниях заключается в том что интернет становится все большей частью нашей жизни и соответственно может быть время пришло когда мы должны смотреть интернет как неотъемлемую часть нашей жизни а не нечто абстрактное таким образом то что происходит в обычной жизни происходит и в интернете это означает что треугольник экономического развития безопасности с другой стороны и свободы так что если мы это будем рассматривать таким образом то экономическое развитие становится возможным интернет становится более безопасным потому что там имеется очень много передового опыта о которых мы слышали и мы должны в этом плане скорее работать нежели чем что-то обсуждать действительно у нас очень интересный пример в этом плане имеется и также некоторые другие вопросы которые возникают если правительство хочет сделать интернет безопасным нужно со стороны правительства демонстрировать лидерство применения передового опыта мы делали анализ кто действительно заказывает программное обеспечение и только коммерческие организации мы заказываем такое оборудование программное обеспечение с тем чтобы обеспечить безопасность а не правительство так что если вы хотите обеспечить безопасность в интернете пожалуйста демонстрируйте это собственными делами а не словами и последний комментарий который я хотел бы сказать мы хотим посмотреть насколько большой этот стол должен быть с тем чтобы всех заинтересованных сторон усадить за него 50% не знают людей друг друга но тем не менее они несут ответственность за одни и те же продукты так что как объединить их усилия может быть это очень сложно сделать но по крайней мере мы должны начинать с программных разработчиков потому что действительно в этом плане правительство должно проявить инициативу с тем чтобы объединить усилия этих людей на региональном международном уровне с тем чтобы обсуждать вопросы безопасности с полномочными людьми и это один из комментариев которые я хотел бы сделать от имени своей организации я хотел бы также отметить что у нас очень много других комментариев со стороны АДЖЕФ пожалуйста комментируйте их спасибо действительно очень важно посмотреть на важность вопросов слежки для отдельных личностей которые используют интернет следующий выступающий добрый Чан Априс я профессор университета НОФ Уэст как ученый историк действительно мне удивительно насколько много стран занимаются слежкой я также отметил что здесь нужно посмотреть на сбор оперативной информации собственных стран где вы живете потому что тогда вы увидите насколько глубокая история сбора такой информации и соответственно вы увидите также насколько спецслужбы скрывают информацию об этом хотя занимаются этим уже давно спасибо спасибо меня зовут Новбэт Болу в настоящее время я говорю от имени личности которая беспокоится за свои права я хотел бы отметить что мы не должны здесь балансировать между правами человека и безопасностью нам нужна безопасность которая защищает наши права человека от нашей возможности полностью материализовать наши права человека у нас уже имеется хороший набор прав человека и стандарта в этом плане что нам необходимо сейчас это иметь возможность эффективно применять их как это было сказано полностью транспарентная область необходимо для этого это требует международные соглашения которые были бы направлены на эту распространенность глобальном масштабе отслеживались бы нарушения прав человека глобальном масштабе и также нам необходимо очень серьезно посмотреть на техническую сторону в частности кодировки метаданных и гораздо сложнее технически это делать нежели чем кодировать обычные обмены данными я думаю что это можно сделать но это требует фундаментального пересмотра архитектуры которые мы в настоящее время используем при коммуникациях через интернет так что я думаю необходимо создать динамическую коалицию метаданных и системы защиты метаданных спасибо еще несколько комментариев после этого мы перейдем последние три комментария меня зовут Пак Хаци я работаю через Лондон интернет эксчейндж я полностью говорю от своего имени так же я думаю что здесь мы говорим о том что всегда была слежка и самая главная задача спецслужб собирать информацию об иностранных государствах их мероприятиях также нужно посмотреть как спецслужбы определяют тех которые грозят нам каким-либо бедами и самое что изменяется сейчас заключается в том что здесь мы можем фокусировать только в том плане нашего внимания если каждый будет знать все о каждом если каждая спецслужба будет знать все о всех и соответственно если главы таких спецслужб могут делать что-то по-другому нежели чем сейчас я думаю политические лидеры будут понимать что реакция на такую деятельность спецслужб будет гораздо более ущербной нежели чем возможного рода ущерб который может осуществить наши враги во-вторых заключение те действия которые происходят относительно ущемления механизма защиты частных формаций и в частности стандарты кодирования это не просто механизмы когда спецслужба определяет что из себя представляет опасность но также очень важно посмотреть на то каким образом мы будем защищать наши информационные системы то есть речь идет о компромиссе с интересами национальной безопасности пожалуйста рассмотрите последствия такой политики к бизнесу и гражданам когда происходит определенного рода проблемы связанные с подслушиванием и внедрением в частные базы данных спасибо меня зовут Праниш Пракаш я работаю с центром интернет социайте в Индии а также проектом инститета по информационным обществам почему права человека приватности и слежки должны быть решаемы на национальном уровне и действительно есть такие попытки имеются соответствующие реформы на национальном уровне но мы должны согласиться с тем что приватность это право которое не только касается граждан какой-то отдельной страны ни одна страна не должна отрицать права человека в частности что приватность есть элемент прав человека и никто не может в конкретной стране избегать своих обязательств взятых в рамках общей декларации прав человека во-вторых я хотел бы сказать что массированная слежка на уровне инфраструктуры интернета и архитектуры осуществляется странами такими как наши западные друзья и Индия противовес UDHI и ICCPI и по своей беспропорциональной неестественной природе соответственно речь идет о том что здесь имеется само по себе основа доктрины прав человека которая гласит что массовая слежка которую мы видим сейчас особенно на уровне интернета и на ее инфраструктуры просто незаконна спасибо спасибо меня зовут Джулиани из Индонессии в течение последних дней мы слышали много разговоров о вызовах которые связаны с многосторонностью использованием интернета также у нас имеется общая точка зрения того что доверие и сотрудничество являются очень важными элементами которые нужно рассматривать у нас имеется проблема доверия но на этом нельзя останавливаться мы должны подумать что IGF как один из многосторонних форумов где имеются различные организации по всему миру мы должны подумать что IGF может представить будущему что IGF может сделать будущем для того чтобы создать принципы или нормы которые будут согласованы со всеми международными участниками разнообразными участниками и лицами соответственно здесь нужно не только говорить о собственных интересах это не форум где вы должны рассказывать о своих проблемах но нужно понимать какие интересы стоят за этим таким образом IGF должен быть мостом между всеми заинтересованными организациями когда все будут понимать друг друга лучше спасибо Андреса Спудова я из Венесуэлы в рамках программы ASIC Ambassador моя страна небольшая у нас имеется права человека у нас есть проблемы с соблюдением прав человека не важно оффлайн или онлайн я еще раз хотел бы сказать о своей точке зрения о том предмете который мы сейчас обсуждаем в IGF с точки зрения малых стран которые не часто представлены на таком форуме имеются вопросы которые необычно немного комментируются обычно таким образом нужно посмотреть что не только слежка фокусируется на иностранных гражданах или что является нарушением международной всеобщей декларации права человека я тоже очень часто вижу что Соединенные Штаты которые имеют весьма серьезное намерение слежки за всем миром нужно отметить также что сейчас для всех стран наступило время мешаться если они не хотят менять свою точку зрения массовая слежка и другие угрозы они в настоящее время не только направлены на крупные страны но также и на малые страны также очень важно посмотреть что с собой несут те знаменитые примеры которые мы все обсуждаем таким образом надо очень важно подумать с точки зрения страны такой как моя что несет с собой технология потому что в основном эти технологии идут не от таких стран как моя а тех стран которые имеют сильную телекоммуникационную отрасль соответственно транспарентность необходима в рамках экспорта импортных операций в этой отрасли что очень поможет спасибо и будучи юристом с техническим образованием соответственно для меня очень ясно что массовая слежка должна рассматриваться как огромное нарушение прав человека я надеюсь что мы сможем разработать необходимые методы кодировки которые будут нас защищать следующая встреча IGF будет больше функционировать в рамках IGF такие функции как биоданные распространение распространение по опечаткам пальцем и так далее для защиты наших бизнес информации спасибо у нас теперь несколько слов от наших удаленных участников СУВИ у нас вопрос один вопрос с твиттера который говорит что правительство могут сделать и есть еще один вопрос который касается вопросов этики и доверия это вопрос с европейским странам Швеция как представитель Европы относительно вопросов связанных Сноуденом который сделал очень много для общественной информации с тем чтобы эта информация стала доступна европейские страны должны ли рассматривать его как активиста которого нужно защищать или же нужно его защищать как предатель который не получил защиты соответственно в настоящее время какая-либо страна Европейского союза готовили предоставить Сноуден на убежище или нет спасибо я думаю мы сейчас предоставим слово Жовану а после этого нашим экспертам которые могут ответить на те вопросы которые мы только что слышали Жован я думаю имеется высокий уровень консенсуса относительно проблем и многих вопросов и противоречий и вот здесь есть несколько моментов во-первых имеется соглашение о масштабе проблемы и я думаю что все знают об этом в рамках нашего обсуждения кроме этого подчеркался вопрос фундаментальности доверия которое является очень важным элементом будущего развития интернета во-вторых я думаю мы согласны с тем что существуют права в международном праве которые также охватывают это 17-я сторона международного пакта о политических и гражданских правах говорится четко что никто не должен быть субъектом незаконного внедрения в личную жизнь соответственно международный закон существует как вы знаете международный закон сложно применить иногда и здесь следующий момент который говорил Бетран Эвертон и другие как применяет международное право какие процедуры имеются здесь ключевые слова заключаются в стержках и противовесах полностью наличие транспарентности новые должные процессы соблюдения прав международного принципов международного права а также работая с разделением полномочий международных институтов которые помогут в этом процессе и соответственно также очень важен механизм отчетности по выполнению конвенции а также всеобщий периодический обзор работы Европейского Совета по правам человека также имеется целый ряд различных точек зрения относительно возможностей взаимовыгодного решения в рамках закона балансирования тут должна быть такая взаимовыгодная ситуация для того чтобы защищать права человека через больший уровень безопасности но мы также должны быть готовы принятие такого закона балансе потому что это политическая реальность первый шаг который должен быть здесь это первое всего это процесс обзора в Соединенных Штатах существует также в Совете по правам человека ООН существуют соответствующие мероприятия и мы также должны посмотреть на различные модели например шведскую модель по установлению деликатного баланса между правами человека и защитой безопасности и конечно IGF должен продолжать дискуссию по этому вопросу и возможно и создание динамической коалиции по решению этого вопроса вот это основные моменты здесь еще один важный вопрос которые вы не упомянули это обязанность юридическая ответственность юридическая ответственность и правовая ответственность провайдеров технологии то есть они должны обеспечить чтобы их технология не была использована незаконными методами правительствами и должно быть здесь соответственно какие-то опять же наказания правовое если эта технология используется также для мониторинга или это самое там скажем действий журналистов и прочее так сказать нарушение прав человека давайте попросим теперь наши панелисты отметят ответят на вопросы я думаю что большинство вопросов было адресовано скоту скотт вам слово благодарю я не это неудивительно нет я не смогу боюсь что я все могу ответить но я постараюсь прежде всего хочу поговорить моих комментариев а также ваши присутствующие за ваши умные комментарии и вопросы правительства здесь у нас больше 10 представителей и сейчас существуют ограничения по перемещению для всех практически представителей правительства то есть это уже само по себе демонстрирует то насколько серьезно мы относимся к этим вопросу и теперь я думаю я вернусь и доложу ваши вопросы на мою руководству с целью обеспечения того чтобы ваше мнение училилось в рассмотрении которое сейчас проходит Соединенных Штатов и второго что кому кажется Калит который первый и женщина из Индии конечно сказала о серьезности или может быть потенциальное отсутствие серьезности я не думаю я думаю все таки Обама и правительство очень серьезно к этому относятся потому что мы создали соответственно независимый совет независимых экспертов которые дадут лучшие предложения по тому как решать этот вопрос и я сказал что нас мы здесь уже 10 человек это уже говорит о том потому что серьезность правительство придает этому вопросу так что мы серьезно относимся к этому потому что оказалось транспарентности которые говорили многие комментаторы президент уже обязал как можно больше транспарентности было относительно действий NSA и они будут вывешены в онлайне и я буду рад вам направить по СНОДу я не могу ничего сказать больше того что сказал президент Обама так что я отправлю задавшего вопрос к выступлению президента Обама к нашему коллеге из Китая я попрошу того у кого есть вопросы по правах человека в Китае и в правах человека в Соединенных Штатах я я соответственно могу вас сослаться на различные доклады различных организаций по правам человека в частности Freedom House он довольно критично отзывается о ситуации в правах человека в Соединенных Штатах он также критикует серьезно поэтому посмотрите эти доклады и сделайте свои выводы индонезийскому представителю который говорил о приватности в США да у нас очень интересная здесь ситуация у нас одна из самых старых конституций и концепция личной личной секретности тайной личной она она все-таки покрыта нашей конституцией но она покрыта через юридическую интерпретацию конституции нашим верховным судом и было очень много решений верховного суда которые подтверждают это и несколько вопросов были касающиеся НСА что он не под контролем что он государство в государстве я хочу призвать вас посмотреть на то что президент сказал по поводу НСА что их деятельность деятельность НСА она должна подвергаться юридическому обзору и также правовому и парламентскому ослову и в конце концов НСА полностью подчиняется нашему главнокомандующему то есть президент Соединенных Штатов поэтому президент сказал что он уже назначил обзорную комиссию и мы скоро рассмотрим рекомендации этого совета благодарю вас Скотт дальше Рос пожалуйста благодарю вас хочу повторить Скотта что мне понравилось сегодняшнее обсуждение прежде всего вопросы из зала от всех вас я сделал записки некоторые может быть не так тщательные как но вот на вопрос Джимми прямой доступ или непрямой доступ нет когда я сказал что мы не предоставляем прямой доступ нет я имел ввиду что мы вообще никакого доступа к инфраструктуре и когда у нас получаем юридические запросы от правительства то мы рассматриваем то есть в принципе это возможно правительство Соединенных Штатов может получить от нас данные но только через процесс юридический процесс был также еще вопрос от удаленного участника о доверии пользователей и для нас это конечно самое важное это стоит во главе угла всего что мы делаем в гугле мы очень заботимся о доверии наших пользователей поэтому мы тратим огромные ресурсы на безопасность нашей инфраструктуры на наше шифрование дизайн и джимейн вы знаете он зашифрованный и я считаю что сейчас вот эта клаудовая коммуникация более безопасная чем альтернативные модели гораздо более но вопрос доверия это дальше идет нашей безопасности нашей инфраструктуры и нашей технологии это в общем этому посвящена наша работа по управлению интернет а также мы являемся одним основателем NGNI который является независимым аудитором практики компании и это движет наше развитие и мы здесь используемся своей собственной инфраструктурой безопасности для и также мы спонсируем гражданское общество и работаем в каждой стране где у нас есть офис мы работаем по вопросам свободы слова в частных странах как Таиланд Индия и даже более такие сложные ситуации в других частях Юго-Восточной Азии что касается Мэттью он знает хорошо мы хорошие партнеры ЦДТ и мы выступаем за лучшую транспарентность США я хотел пояснить точку Мэттью что другие делают тоже но я по-моему уже 6 раз это сказал я еще раз повторить я не хочу как здесь я не хочу ни в кое-что принизить значение того вопроса я говорю что это не только вопрос американского наблюдения это идет речь по всему миру и было бы неправильно фокусировать только на программы слежки в США и не фокусировать внимание на задачи и проблемы которые встречаемся в других частях мира так что и сейчас я проверяю свои записи кажется это все благодарю вас Фрост следующий Йоханн благодарю несколько для меня тоже предстоит ответить на вопросы был вопрос касающийся ресурсов инструментов мощных которые нас вызвали различные изменения в наше законодательство да действительно нашей стране был создан совершенно новый способ посмотреть на этот круг проблем и 10 лет назад дискуссия усилилась в нашей стране о том как найти правильные юридические правовые рамки и область которая была полна раньше не регулирована никак и после длительных переговоров проект закона был представлен парламенту он был не был утвержден назад вернулся в правительство второй проект тоже не был одобрен потому что парламент считал что защита личности недостаточно была прописана в этом законе и третий проект в 2009 году был одобрен и этот закон относится ко всем каждому гражданину был вопрос о том есть ли различия между национальностями нет у нас это относится ко всем шведам и не шведам которые проживают в нашей стране и включает себя целый набор механизмов по защите индивидуальной тайны и приватности по прежде всего он создается специальный суд этот закон сейчас в европейском суде по правам человека рассматривается он там критикуется мы смотрим мы хотим посмотреть суд в Страсбурге отвечает ли по положениям европейской конвенции по правам человека был комментарий по статье 17 ICCPR действительно он устанавливает фундаментальные права по уважению частной жизни это правильная совершенно формулировка точные слова и будут причины посмотреть на статью 17 и посмотреть как мы можем понять наше понимание того как интерпретировать положение 17 статьи несколько способов сделать мы сейчас сотрудничаем в Женеве и в Нью-Йорке и ищем лучшие способы как это протолкнуть вперед были комментарии по шведской модели я даже не знаю о чем речь идет но если это относится к фундаментальным принципам которые мой министр высказал на прошлой неделе то мы будем более чем раны обсудить с вами путь вперед на базе этих принципов это действительно они интегрированы в наше законодательство и в наши рамки правовые поэтому они действительно представляют в каком-то смысле шведскую модель и в заключении я представляю только исключительно Швецию свою страну и поэтому я не могу комментировать за Европейский Союз Европейский Совет и что касается Сноудена могу только завершить что его права человека должны уважаться и точка неважно какой ярлык вы ему присвоите благодарю вас Йохан вы слышали комментарии Йохана может быть вы что-нибудь хотите сказать я хотела бы сделать какие-то может быть в докладе в отчете может быть поговорить о свистунах потому что мы сейчас только узнали об этом только благодаря этим людям и также хотела бы попросить Скотта чтобы он подумал как правительство США будет дальше думать о таких людях как Сноуден потому что ситуация с такими как Сноуден становится все хуже и хуже человек который направил свет на информацию о войне в Ираке сейчас в тюрьме и у него 35 лет ему и это слишком большой срок для человека который информацию чувствительную раскрыл особенно многие например Чарльз Гарнер который был посажен за иракские пытки он был посажен всего на на 10 лет а человек который раскрыл информацию это на 35 лет получил и это очень важная дилемма между так сказать кто он предатель предатель для нации предатель нации или спаситель человечества и боюсь что да ответ американский здесь будет что он все-таки предатель да мы слышали очень много давайте несколько секунд дадим нашим комментаторам ответить и затем начнем с посла форсеки благодарю очень коротко много уже говорилось и много можно добавить и реакции реагируя на предложение которые прозвучали в частности Раулем из Эчеберия я хотел прокомментировать то что шведская модель в том виде как она была изложена вашим министром внешних отношений касающих вопросов приватности и национальной безопасности в отношении национальной безопасности это конечно одна из ключевых направлений и стала ключевой основой выступления нашего президента в ООН и наш президент предложил чтобы разработать более крупный набор принципов и учитывая все многое что было сделано уже в этом плане и в совете Европе и в различных странах у нас есть различные наборы принципов по ИКТ но они недостаточно широки в их участии поэтому мы хотим что-нибудь найти глобального характера которое бы охватывало нормы существующие в самых различных районах регионах и мы надеемся это сделать на бразильской встрече которая состоится на будущем в будущем году если еще раз хочу прагментировать наш президент говорил что это наше совещание он назвал как саммит и это должно бы действительно отражать высокий уровень присутствия и должно соответственно принять какое-то решение по работе которую мы делаем в этом и есть назначение саммита не обязательно саммит означает что это должно должно быть на уровне правительства государственных государственных руководителей когда мы говорим о саммите мы говорим что у него должно быть достаточно авторитета и достаточно власти чтобы принимать решения и в то же время президент наш сказала что она ожидает и гражданское общество и чтобы все частные организации участвовали в этом процессе и мы надеемся что будут приняты соответствующие решения на этом на этом совещании принятыми консенсусом и когда мы возвращаемся наш президент через несколько дней сделает объявление на основе того что мы все услышали сегодня очень важный вклад в который мы сегодня услышали идеи которые были представлены здесь я не буду так сказать предвещать или как-то интерпретировать что она скажет давайте подождем как дисциплинированный госслужащий я скажу что это не будет каким-либо решением и так далее что никаких решений не будет делаться в изоляции и все должно решаться коллективно это хотя это прерогатива президента и тем не менее так или иначе мы приглашаем вас на наш саммит и надеемся что мы будем иметь там интересные обсуждения у нас есть комментарий может попросить хотим попросить Ника Бертранда и подвести итог пожалуйста спасибо благодарю Джован хотел бы подтвердить подчеркнуть один элемент ясно что ответ на чрезмерную вслежку не может не может идти через какой-то суверенитет над данными но должен идти путем повышенного наблюдения повышенного мониторинга за процессами АЦЕСа и так далее транснациональных действий различными национальными организациями по безопасности что меня удивило здесь у нас различные национальные подходы к слежке к наблюдению и про защите личных прав но мало я слышал и мало опубликовано о том что касается какие какой выбор был сделан различными странами я знаю что в Латинской Америке недавно были обнаружены серьезные нарушения прав человека службами безопасности и я знаю что в Швейцарии например у нас был принят так сказать скандал был скандал 90-х годов который серьезно изменил ситуацию в этой стране и например мы послушали очень интересное выступление шведских шведов и мы должны понимать тот выбор который они делают и межпарламентский союз в Женеве это дом мирового парламента возможно может быть должен обсудить этот вопрос и чтобы парламенты мира могли обсудить наверное это могло бы помочь да у нас китайский коллега хочет выступить а после этого мы должны будем прекратить дискуссию иначе меня объявят персоной нонграта я уже вижу так сказать настороженный взгляд Маркуса за второй раз я был очень короток хотел бы пояснить сегодня утром мы обсуждали вопросы слежки наблюдения то есть китайская делегация когда делала свое выступление ссылалась на известный случай я не знаю почему американские вы понимаете так чувствительны к нашему выступлению его нет и вот здесь он должен объяснить нам почему он так чувствителен к этому второе ситуация по правам человека в Китае известна китайцам и китайцы лучше других могут объяснить это и другие страны не имеют права комментировать по правам ситуации права человека в Китае универсальность интернета в Китае подтверждена у нас более 600 миллионов пользователей интернет гораздо больше чем все население Соединенных Штатов у нас больше 300 миллионов пользователей социальных средств это практически то что полное население США каждый день люди меняются мнениями на блогах более двух миллионов людей делают это поэтому китайцы также пользуются полной свободой без свободы слова но любая информация не должна нарушать прав общества вы должны следовать основным кодексу морального поведения и вы не вправе распространять информацию которая может нарушить национальную безопасность и вы не имеете права также распространять неоправданные слухи и последнее я хочу сказать каждый год Соединенные Штаты публикуют статус по праву человека более 200 стран мира он рекомендует нам почитать это но он забыл об одном они никогда не публикуют репорты по правам человека в своей стране но китайское правительство сделало это за американцев и бесплатно мы ежегодно публикуем и на веб-сайте вся информация открыта и она собрана из средств массовой информации США вы пожалуйста можете обратиться к ним пожалуйста да очень важно сравнивать информацию разных стран когда вы говорите о ситуации по правам человека один твит Алекс из интернета я люди говорят о нарушении так сказать слежки если вы зарегистрировались он в онлайне вы уже дали вашу личную информацию включая ваши там скажем паспорт номер и адрес и мейл адрес и полное имя ваше поэтому все это начинается как бы дома вы посмотрите на нашем сайте apc.org маленький твит еще один я из бразилии я хочу здесь маленький твит сделать все говорят о о мастерстве американской разведки и тех решений которые принимаются и решения принимаются так страстно и этот сценарий в целом они в целом они не должны быть такими я не собираюсь никаких своих прав лишаться в интересах безопасности вот и все да хорошо вы закрыли сессию стихом стихотворением это хорошее завершение нашей дискуссии что мы сейчас делаем давайте может быть Дюван напомнит о каких-то основных моментах нашей дискуссии которые были подняты здесь может быть вы что-то вспомните даже вопросы которые Маркес зачитал и которой сессия должна была ответить я хотел бы также сказать что эта сессия опять наращивает мосты это начало дискуссии даже вот эти твиты которые мы слушали люди говорят что они недовольтворены потому что ответов на вопросы не всегда последовало я не думаю честно говоря что мы должны были ожидать реальных ответов сегодня утром но мы начали как минимум и мост строится и как посол Франсека сказал на следующем совещании которое будет в Бразилии и это будет хорошим местом где может быть мы согласуем какие-то общие принципы и тогда мы все вместе как прочие другие глобальные принципы мы тогда сможем обеспечить чтобы все следовали этим принципам опасаясь противоречить сообществу твиттера что неразумно я должен сказать что имеется очень много ответов которые мы заслушали относительно опыта Швеции Бразилии также много было предложений так что имеются международные положения которые отвечают на эти задачи и соответственно самое главное как нужно их внедрить учитывая процесс внедрения сдержек и противовесов я также думаю очень важно в дальнейшем формировать нашу дискуссию она в общем-то не была заранее запланирована проблема сложная и поэтому здесь конечно скорых решений не нужно ожидать здесь вопросы безопасности этические вопросы бизнеса и так далее Маркус с самого начала задал несколько вопросов относительно вопросов консультации с общественностью мы отвечаем на эти вопросы далее даже добавили еще больше вопросов этого к этому списку так что дискуссия будет интересна я могу отметить не нужно оценивать или ждать этого кризиса самое главное нужно решать что-то сейчас потому что имеется серьезная ответственность и вовлеченность того чтобы выполнять что-то сейчас с тем чтобы избегать ситуации как то было со случаем НСА Национальной службы безопасности США соответственно имеется возможность того что мы не должны недооценивать усилий всего нашего сообщества интернет-сообщества различных организаций которые в конечном счете делают все для того чтобы интернет был более высок потенциальным средствам для социально-экономического развития спасибо я хотел бы также сказать что дискуссия во-первых была очень интересная вопросы сложного характера мы обсуждали сейчас и я думаю что IGF еще раз доказал свою значимость в рамках такой дискуссии мы работали в среде отмечаемой сбалансированности многообразием точки зрения и сейчас пожалуйста господин председатель завершите наше выступление спасибо Маркус также я благодарю вас госпожа Инна за то что вы помогли вести эту открытую дискуссию по новым вопросам мы в основном фокусировались на вопросах безопасности транспарентности вопроса защиты личных данных и я действительно высоко оцениваю эту сессию это очень очень хорошая сессия самая лучшая наверное в IGF в этом году если мы посмотрим на реакцию которую она вызвала на те идеи которые были высказаны я думаю что в Индонезии мы знаем о позитивном воздействии интернета на экономическое развитие однако мы все более более озабочены доступом к информации и соответственно мы видели что очень много попыток делается контролировать такой контент как порнографию и антиисламские высказания в интернете мы пытаемся контролировать это законным образом и также это делаем через интернет-кафе и интернет-совест-провайдеров мы также видим что у нас имеется специальный закон 99 который запрещает подслушивание интернет-сообщений с заключением специальных расследований так что дамы и господа это я первый раз когда участвую в IGF особенно здесь мы находимся в Бали и здесь у нас очень большое количество населения в целом в Индонезии так что я думаю что мы должны отметить насколько приятно было работать в этой семейной атмосфере в духе сотрудничества между различными организациями интернет-сообщества с этим я хотел бы завершить наше заседание большое спасибо за замечательную работу модераторов спасибо нашим участникам экспертам всем участникам этой замечательной дискуссии я надеюсь вам нравится здесь в Бали в Индонезии а для тех которые уедут до церемонии закрытия я хотел бы пожелать вам безопасного пути назад счастливого пути домой так что еще раз большое спасибо профессия а это до Продолжение следует...